Здравствуйте на телеканале Десна ТВ. Время новостей в студии программы «День за днём» Олег Соловьёв. Сегодня в выпуске. Прямой эфир губернатора Смоленской области Алексея Островского. Этого от нас ждут люди. Они этого хотят. И самое главное, что они готовы принимать в этом самое активное участие. Награждение участников детского конкурса чтецов к 75-летию Победы посвящается. Благодаря управлению внутренним отделом Смоленской области, а также общественной организации ветеранов и МОД Смоленской области, был организован этот конкурс. 21 июля в 17.00 состоялся прямой эфир губернатора Смоленской области с жителями Десногорска. На своём инстаграм-аккаунте вместе с главой Десногорска Андреем Шубиным Алексей Островский обсудил интересующие горожан темы. Удалось ответить на более чем два десятка вопросов. Значительная их часть – по благоустройству Десногорска. Обсуждалась перспектива городского парка «Атомпарк», благоустройства набережной и дворовых территорий. К этому же можно отнести недостроенный ледовый дворец, планы на который, по словам Андрея Шубина, уже известны. После демонтажа на его месте появится каток. «Нами принято решение, что каток, крытый именно каток, на плите мы будем реализовывать в рамках муниципального частного партнёрства с привлечением инвестиций и с бизнесом. То есть здесь никаким образом не будут задействовать средства местного бюджета, федерального бюджета и, соответственно, областного бюджета». По просьбе жителей Алексей Островский акцентировал внимание главы Десногорска на автовокзале. Успешное его открытие в нынешнем году – это первый этап возвращения транспортного предприятия муниципалитету. «Распоряжение ваше о выделении финансовых средств на приобретение автовокзала и участка земли в муниципальную собственность мы получили. Сейчас совместно с управляющим у нас идет подготовка к аукциону, потому что данный объект будет выкупаться через торговую площадку. «В настоящий момент автовокзал работает в полном объеме. Мы с марта месяца запустили его в работу, опять же при поддержке консервных «Росэнергоатом». Поэтому переживаний у десногорцев быть не должно». Важным вопросом, волнующим не только горожан, но и руководство региона, остается медсанчасть номер 135. Медицинское учреждение в перспективе ожидает модернизация. По итогам обращений руководства учреждения и официальных запросов администрации региона, медсанчасть номер 35 включена, дорогие десногорцы, в Федеральном медико-биологическом агентством России в программу модернизации первичного звена. И в ближайшее время медсанчасть будет отремонтирована, будет переоснащена оборудованием и, соответственно, качество оказываемой медицинской помощи улучшится. В завершении прямого эфира губернатор попросил главу Десногорска взять под контроль решение вопросов, которые поднимались во время трансляции, а также работать в формате широкого диалога жителями Десногорска. Этого от нас ждут люди, они этого хотят и самое главное, что они готовы принимать в этом самое активное участие, в определении будущего своего поселка, города, района, области, в целом страны. Особый день 9 мая в этом году прошел по непривычному сценарию, но это не стало помехой для детей из детского театра «Гномик» Дома детского творчества. Они, несмотря на непривычные условия, отметили важное событие. Воспитанники Дома детского творчества приняли участие в конкурсе «75-летию победы посвящается». Задание творческое – прочитать стихотворение о Великой Отечественной войне и отправить видео членам жюри. Благодаря Управлению внутреннего дела Смоленской области, а также общественной организации ветеранов УМОД Смоленской области, был организован этот конкурс. Вы приняли в нем участие и стали победителями. Юным творцам пришлось освоить новые формы репетиций. Из-за особой эпидемиологической обстановки этот конкурс стал по-своему уникальным и отличался от любых подобных. «Отличается он всем, во-первых, что он происходил в режиме онлайн. И в условиях пандемии, когда детям невозможно было выходить на занятия, мы с ними проводили репетиции, видеоконференции, создавая видеоконференции через интернет». Такие особенности не помешали ребятам успешно справиться с заданием. Дипломы участников, а также подарочную книгу об истории Смоленской области получили девять воспитанников детского театра «Гномик». Вдохновляющие подарки детям вручил начальник ОМВД России по Десногорску Юрий Гришин. Поздравляем! Поздравляем! Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. В завершении выпуска о погоде. 23 июля в Десногорске переменная облачность, возможен дождь. Температура днем плюс 17, ночью плюс 12. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна-ТВ. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова